Сегодня я сразу хочу сказать, что он немножко отличается от предыдущих тем, что обычно медиафрения анализирует содержимое российского телевизора и других орудий массового поражения мозгов россиян. За кадром обычно остается результат этого воздействия, а именно состояние мозгов россиян после ударов телевизора и других орудий массового поражения в СМИ. Но вот еще в 90-е годы в Краснодарском крае возникло общественное движение под названием «Отряды Путина». И вот в этом общественном движении как раз сконцентрировано все содержимое вот этих вот информационных ударов. Здесь можно просто анализировать в чистом виде, как в головах россиян концентрируется все то, что туда заносится беспримесно фактически, в чистом дистиллированном виде, исключительно только содержимое российского телевизора. Такого концентрата, пожалуй, трудно где-то найти. Сначала главным спикером вот этих вот отрядов Путина была такой крупный признанный аналитик Анна Аркадьевна, ставшая знаменитой благодаря, во-первых, своей красной шапочке, и во-вторых, глубокой экспертизе внутренней политики России, а также точным оценкам зарубежных политиков. Вот, например, Анна Аркадьевна разбирает деятельность Макфола. О Максоле, что он очень нехороший человек. Мы собирали подписи, но он предатель. Он предатель. И вместе с Навальным тоже предатель. Я хотела сказать, пусть уезжает в Америку. Он предатель. Он предал всех людей. И даже и Путина предал. Хотя мы очень любим Путина. Но я хочу сказать, я простой человек, но я люблю правду говорить. Пусть уезжает в свою Америку и больше не возвращается. Он нехороший человек. Ну, вот таких видео очень много. Анна Аркадьевна была чрезвычайно популярна в свое время. У нее брали интервью. Это вообще было целое явление. Но, к сожалению, Анны Аркадьевны сейчас нет с нами. Но отряды Путина сомкнули ряды и продолжают давать отпор врагу. Отряды Путина. Видим, что к власти в Канаде пришли фашисты. Это явный фашизм. С этим срочно нужно что-то делать. Мы не можем допустить такого положения. Надо предпринять все возможное. Санкции, осуждения или еще что-то. Но такой фашизм у нас не пройдет. Я предлагаю вернуть базы на Кубу. И не одну, а две-три. Вот тогда будет мир. Выбора нет. Кажется, пора вернуть Аляску России. Наши корабли должны патрулировать все берега Америки. Тогда я буду спать спокойно. И не только я. Чтобы эффективно противостоять фашизму, надо наладить военные отношения с Мексикой, чтобы этот фашизм не распространился дальше. Надо создать военный союз с Мексикой. Пока не сменится власть в Канаде, мы должны заблокировать выход в Северный Ледовитый океан. Этой стране. Поскольку в Америке выборы нечестные, поэтому они не смогут противостоять такой силе фашистской, которая по всему миру распространяется. И мы хотели бы все это обстановить. Мы из отряда Путина, мы за мир и дружбу эту пронесем по всему свету. Мы спасем Северную Америку от фашизма. Да, да, да! Вы знаете, довольно долгое время отряды Путина воспринимались как некая пародия, как какой-то курьез. Но вот с началом полномасштабной войны стало все труднее различать риторику путинских бабок и велеречивые выступления, увешанных научными степенями и званиями телевизионных экспертов. Вот, например, доктор исторических наук, профессор МГИМО Сергей Лузянин. Ранд Корпорейшн опубликовал доклад, где раскладывает вот эту эскалационную лестницу. Ну, понятно, там с ног на голову все перевернуто. Россия главный виновник. На самом деле мы понимаем, что, конечно, США главный виновник. И на фоне этого, ну, вишенка на торте, заявление Линдси Грэма, так сказать, о том, что Украина самый лучший союзник. Ну, типичная такая, как бы в сжатом таком циничном виде преподанная концепция американской стратегии. Чужими руками добиваться своих политических, экономических целей, не теряя ничего. И, ну, дело, это не новое тоже. Проблема в том, что совершенно четко, что американская элита потеряла элементарный животный страх, который у ней был до 91-го года. Это совершенно точно. И по заявлениям Грэма и многим другим, включая и Байдена. Это как бы уже... Мы это связываем с нашей мягкостью. Это связываем с двумя моментами. Первый, это, конечно же, ну, это не мне судить, руководство, как говорится, виднее. Корректировкой, может быть, нашей стратегии ядерного сдерживания, это отдельный вопрос. А вторая конкретная вещь. Правильно Лавров сказал, дипломатическое не хотите, будем побеждать на фронтах. То есть сегодня все концентрируется, и в том числе, и вот эта проблема этого, условно говоря, возвращения страха. Победу в СВО. То есть, вот если суммировать все, и украинские, и американские, я бы сделал такой образ. Специальная военная операция сегодня, это гигантская доменная печь, в которой каждый день сжигаются вот эта не нацистская, вся эта зараза. И каждый день выплавляется чистая, крепкая русская сталь. Сталь обновленной русской государства, русского государства. Хотя американцам наверняка было бы проще нас понять, если бы мы взяли и уничтожили Киев, имея в виду, что мы можем. Ввиду того, что мы этого не делаем, они порой полагают, что мы не способны, а значит мы слабые. Ровно то же самое происходит с опасностью ядерной войны. Но если мы еще не шарахнули по Украине тактическим ядерным оружием, значит, думают американцы, у нас возникли проблемы. В этой связи выходит не один Линдси Грэм, он выходит вместе с тем же, например, сенатором Келли. И прямо говорят, что очень удачно воевать с русскими, украинскими руками. Мы им прямо об этом заявляем, но ведь удар по американскому центру принятия решения тоже до сих пор не нанесен. Ну и американцы расслабились, хотелось бы их чуть поднапрячь. Ну вот, смотрите, если убрать различия в каких-то интонациях и так далее, то, в общем, если сделать выжимки из выступления доктора исторических наук Сергея Лузянина, а он, кстати говоря, ну просто помимо того, что он профессор МГИМО, помимо того, что он еще и профессор высшей школы экономики, четыре года Лузянин возглавлял Академический институт Дальнего Востока. Но еще так, в ту же самую копилку, утяжеление этой фигуры, хочу сказать, что он проходил стажировку в Гарвардском университете и слушал лекции на семинаре профессора Самуэля Хантингтона. Хантингтона, ну довольно известная фигура, мировая величина в современной политологии. Человек, который на самом деле выиграл фактически научный спор с Фрэнсисом Фукуямой. То есть вот все это слушал человек, вот обладает такими научными степенями и званиями Сергей Лузянин, а риторика фактически, по сути, потезисно ничем не отличается от отрядов Путина, от этих вот путинских бабок. Ничем фактически не отличается. Вот где ученый-востоковед Лузянин и где малограмотные бабки Путина, а вот поди ж ты, риторика полностью совпадает.